МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ежегодное обращение губернатора Московской области. Вот уже седьмой раз мы встречаемся в этом зале, чтобы вместе обсудить, что сделано, насколько чётко мы выполнили свои обещания перед жителями и реализовали наши планы. Как развивается ситуация с проблемными очистными сооружениями в Купеленке и Завидном? На сегодня уже проложены в рамках этих поручений Андрея Юрьевича порядка 9 тысяч метров 400-го канализационного коллектора и более 2 тысяч метров 630-го футляра. Для посетителей открылся музей МОЗ Трансавта. Мы решили с семьёй приехать, пришли, посмотрели, нам очень понравилось. Новая пятилетка. Под таким лозунгом прошло ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям региона. В своём послании Андрей Воробьёв сделал акцент на приоритетные сферы развития Подмосковья. Рассказал о том, чего удалось достигнуть в минувшем году. Традиционную встречу посетила делегация из Ленинского района. Чем запомнился 2018-й и какие губернатор ставит планы, расскажет Юлия Погосьян. Своё обращение губернатор Московской области Андрей Воробьёв начал со слов благодарности в адрес своей команды и жителей Подмосковья за оказанное доверие и поддержку на прошедших выборах губернатора региона, где он одержал бесспорную победу. Хочу сказать слова благодарности от себя лично за то доверие, которое было мне оказано. В прошлом году в Подмосковье начался отчёт новой пятилетки. Намечены планы развития региона. Благоустройство, дороги, социальная поддержка, здравоохранение, спорт, экология, образование – это только часть приоритетных направлений, над выполнением которых сегодня работает Московская область. На 2019 год Андрей Воробьёв поставил задачу сделать прорыв в экономике и технологиях, что должно лучшим образом отразиться на качестве жизни населения. Главный вызов сегодня – это повышение реальных доходов жителей. Это первое, о чём мы слышим на встречах с людьми. Это то, что подтверждают социологические данные. Для нас это означает развитие экономики и создание новых рабочих мест. Для меня уже третье послание. Я вижу, что команда губернатора работает, что все на местах нацелены на результат. Везде жители участвуют в обсуждении всех тех решений, в том числе и по бюджетам. Приоритетность – очень немаловажный вопрос. Открытость власти, как региональной, так и муниципальной, также в приоритете развития области. Подобные отчёты – один из способов общения с жителями. В своём ежегодном обращении Андрей Воробьёв говорил не только о достижениях. Он указал и на недостатки, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Мы будем оперировать вот этими заявлениями, о которых сказал Андрей Юрьевич. Мы возьмём себе в работу, дополним своими конкретными проектами, своими конкретными учреждениями, которые нам необходимо построить, дорогами, очистными сооружениями, коллекторами, канализационными станциями, для того, чтобы для себя сформировать также пятилетку. Большой вклад в развитие Московской области внесли её жители. Благодаря порталу Добродел власти имеют возможность оперативно реагировать на проблемы. Сегодня в системе зарегистрировано более 800 тысяч пользователей. Также губернатор отметил важность продолжения традиции – проводить различные форумы. Один из них – сильное, здоровое, чистое – на прошлой неделе состоялся в Ленинском районе. Общественная палата Московской области нам недавно в прошедшем форуме подтвердила, каким образом будем вести общественный контроль. Так я понимаю, и в 2019 году, и в последующем мы будем в этих вопросах больше уделять внимание на медицину, экономику и экологию. Продолжается в Московской области активное строительство социально важных объектов – поликлиник, больниц, школ и детских садов. За последние годы уровень жизни подмосковных граждан заметно вырос. И до конца пятилетки есть время, чтобы сделать наш регион лучшим в России. Юлия Погасян, Николай Карбанов, Ольга Садовская. ВИДН-ТВ. Сегодня состоялся рабочий визит главы Ленинского муниципального района в Красногорск, где Валерий Венцель встретился с губернатором Московской области. Андрей Юрьевич Воробьев принял главу муниципалитета в своем рабочем кабинете. Здесь состоялся разговор о важных темах, волнующих жителей поселения района. Как решаются проблемы, которые мы обсуждали с жителями, это прежде всего история с КНС, канализацией, которую мы должны были решить. И вторая тема, очень острая, это я вижу по обращениям, это, конечно, транспортная ситуация. В первой части вопроса Валерий Николаевич доложил главе Подмосковья о ходе реализации программы по строительству канализационно-насосной станции. Был также затронут вопрос о финансовой помощи региона для полной ликвидации локальных очистных сооружений. Есть запрос, Андрей Юрьевич хотел бы обратиться к вам за помощью. Если одно КНС строит у нас застройщик, который в графике, и мы контролируем там ситуацию, то по второй КНС нужна финансовая помощь в размере 50 миллионов рублей. Губернатор обещал поддержать муниципальные власти и в вопросе строительства КНС, и в реализации стратегии развития транспортной инфраструктуры муниципалитета. В настоящее время направлена заявка в Министерство транспорта и дорожные инфраструктуры на выделение субсидий из бюджета региона. О проделанной работе в минувшем году отчиталось самое большое поселение Ленинского района – Булатниковское. Представители местной власти, руководители различных служб, старосты деревень, а также все желающие жители заслушали отчеты председателя Совета депутатов сельского поселения Булатниковское, в ее же лице и главы поселения Ирины Дубровской, а также руководители администрации Сергея Арчукова. Значительная часть встречи была посвящена ответам на вопросы местных жителей. Тему продолжим в нашем следующем сюжете. Желающих заслушать отчет руководства сельского поселения Булатниковское о проделанной за 2018 год работе оказалось немало. Здесь были представители всех структур, а также общественники, старосты деревень и поселков. Они-то и дали первую оценку прошедшему году, а также озвучили проблемы. Хорошо у нас год прошел. Единственное плохо, что нам газеты не дают. Единственное. В этих нескольких словах суть самых важных потребностей людей. И именно на эти аспекты опирается руководство поселения и местные депутаты при планировании бюджета. Подробно о том, каким в цифрах был минувший год, рассказала в своем отчете председатель местного совета депутатов и одновременно глава поселения Булатниковское Ирина Дубровская. Бюджет был освоен на 90 с лишним процентов. И хотя он составляет менее 200 миллионов рублей, учитывая резкий прирост населения, средства старались распределить по уму, выделяя должные суммы на сферу ЖКХ, социальную политику, культуру и спорт. По разделу культуры и кинематографии в бюджете поселения утверждено и освоено 28 миллионов 437 тысячи рублей, исполнено 96 процентов. Социальная политика в миллион 863 тысячи рублей, исполнено на 90 процентов. По разделу физическая культура и спорт в бюджете поселения утверждено и исполнено 6 миллионов 475 тысячи рублей. Важным в деятельности Совета депутатов, по словам Ирины Дубровской, было решение о передаче полномочий поселения муниципальному органу местного самоуправления. Почему Совет поселения принял такое решение, передал полномочия? Думаю, что аргументами может служить следующее. Существенная экономия финансовых средств на содержание исполнительного аппарата для реализации полномочий. С администрацией поселения Совет депутатов работает единая команда с коллегами районной администрации, что также способствует эффективности этой работы. В 2018 году в местную администрацию поступило более 200 обращений граждан. Каждая, по словам следующего докладчика, руководителя администрации сельского поселения Булатниковская Сергея Арчукова, была рассмотрена. Стоит отметить, что ежегодно в Булатниковском сдаются новые дома, а значит численность населения растет. Это самое большое поселение, которое уже сложно назвать сельским, ведь на его территории 184 многоквартирных дома. В прошлом году по губернаторской программе было отремонтировано 72 подъезда. А вот с ремонтом 11 домов, которые также стояли в плане, пришлось повременить до 2019 года. Причиной тому стало расторжение договора с генеральным подрядчиком, который не исполнил свои обязательства. Но жизнедеятельность поселения – это и множество, казалось бы, мелких, но необходимых деталей. Установка новых светильников, 45 штук. Установлены короткие замыкания на 18 адресах, выровнены на две опоры уличного освещения. Подвешено 1549 метров нового самонесущего изолированного провода. Учитывая, что в поселении много водоемов и зеленых зон, большое внимание здесь уделяется безопасности. Произведена противопожарная опашка населенных пунктов. Проведено обслуживание и содержание пирсов в селе Булатниково, деревне Суханово, деревне Жабкино. Приобретено противопожарное имущество для добровольных пожарных дружин. Изготовлены и распространены листовки по правилам пожарной безопасности. В планах на 2019 год стоит много важных задач, главной целью которых является обеспечение качественной жизни на территории поселения. Глава Ленинского района, который дал положительную оценку работе местной администрации за минувший год, отметил, что необходимо добиться того, чтобы социальные объекты вводились вместе с жильем и решались поставленные задачи по транспортной доступности. Самая основная проблема и самый главный вопрос, который мы будем решать в 2019 году, это вопрос, связанный со строительством и расширением дороги. И в середине февраля у нас будет вводиться в эксплуатацию наше мостовое сооружение, так называемый путепровод, который связывает два микрорайона, уже ставшими достаточно большими Боброво и Држино. В течение всей встречи в президиум поступали вопросы от местных жителей. Они касались разных сфер. Здравоохранение. Люди ждут, когда же будет работать фельдшерско-акушерский пункт в Булатникове. Экология, чистка бицепского пруда не проводилась в течение долгих лет. Строительство канализационной насосной станции, на которую пока нет средств. А также вопрос сноса аварийного клуба на территории деревни Лопатина. Вот, скажем так, в этой территории есть ряд предложений по ее освоению. Коллеги, давайте так. Руководитель администрации пожарная депо. Депутаты говорят детскую площадку. А суть-то она в другую. Суть она в другую. Надо снести, чтобы туда дети не бегали. Потому что уже год прошел, вот мы не там. По каждому вопросу прошло обсуждение и вынесены решения дальнейших действий. Завершилось большое мероприятие на позитивной ноте. Лучшие в своей трудовой деятельности жители поселения были награждены почетными грамотами главы муниципалитета, Совета депутатов района и главы сельского поселения Булатниковская. Татьяна Брылова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В конце августа в микрорайоне Купеленка начались работы по прокладке коллектора до центральной канализационной станции города Видное на Старонагорной улице. В настоящий момент эти работы завершены, а на двух проблемных очистных сооружениях в микрорайонах Купеленка и Завидное скоро начнется возведение канализационно-насосных станций, которые полностью решат проблемы жителей. На объектах побывал наш корреспондент Максим Козлов. Теперь уже многие жители микрорайона Эковидное знают расшифровку аббревиатуры КНС – канализационно-насосная станция. Их возведение призвано решить проблему стоков в новых микрорайонах, а очистные сооружения закроют. В июле прошлого года был сверстан некий план организационно-технических мероприятий на основании поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева. По состоянию на сегодня уже проложено, собственно говоря, в рамках этих поручений Андрея Юрьевича. Значит, порядка 9 тысяч метров 400-го канализационного коллектора и более 2 тысяч метров 630-го футляра. Но проложить трубы – полдела. В непосредственной близости от очистных сооружений строительная площадка. Сейчас проект КНС проходит экспертизу. Именно на этом месте будет построена канализационно-насосная станция мощностью в 2500 кубометров. Собственно говоря, вот, если мы обратим внимание, уже, собственно говоря, подрядчик разворачивается. Строительство КНС-ки должно быть закончено к концу третьего квартала. Соответственно, до конца 2019 года она должна быть пущена в эксплуатацию. Как только канализационно-насосная станция заработает, необходимость в существовании этих шатров отпадет. Жителям окрестных домов недолго осталось видеть из своих окон старые очистные сооружения. После того, как новая КНС будет построена, эти здания планируется, наконец-то, демонтировать. После пуска КНС выбросы в реку Купелинку полностью прекратятся, чего очень ждут местные жители. Невозможно сойти к речке, погулять. Очень хочется погулять по набережной. Там очень здорово. И рыбку мы ловим там зимой тоже. И, конечно, хотелось и летом дышать хорошим воздухом от речки. Мы очень рады, что будет, наконец-таки, нормальная канализация. У въезда в новый микрорайон кипит работа. Мало проложить трубы. В нескольких точках на протяжении всего коллектора необходимо построить специальные сооружения для его обслуживания и бесперебойного функционирования. Здесь происходят работы по завершению напорной камеры. В частности, здесь расположена вторая напорная камера. Всего таких камер на напорном коллекторе, на самом деле, их семь. Все проблемные микрорайоны городского поселения Горки-Ленинский, а также микрорайон Завидные города Видного, будут иметь централизованную канализацию с последующей транспортировкой канализационных стоков на очистные сооружения в городе Москва. Еще одна больная точка – микрорайон Завидный. Здесь также в скором времени пройдут масштабные изменения. Одноименное название имеют эти очистные сооружения мощностью в 3000 кубометров. Они тоже проблемные. И в рамках поручения губернатора Андреевича Урабьева, они также должны быть снесены, собственно говоря, и на этом месте должна быть построена канализационно-насосная станция. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области выдал положительное заключение на план земельного участка под строительство канализационно-насосной станции Завидное. Ранее администрация уже дважды подавала заявку главархитектуру на разрешение начать проектирование, но ответ был отрицательный. Трудности с реализацией проекта заключались в том, что на этом участке земли планировалось размещение части трассы Солнцево-Бутово-Видное. Но проект немножко изменили, и строительство КНС стало возможным. В Видном на Старонагорной улице год назад возвели новую канализационно-насосную станцию. Управление современным оборудованием осуществляется с помощью компьютеров. Мониторинг общей ситуации. То есть все задвижки, которые ставят зеленый-синий насосы, непосредственно какой работает, газоанализаторы два. Запас мощности у новой КНС солидный и рассчитан не только на присоединение существующих микрорайонов, но и на перспективу. Мы сейчас находимся на территории нашей городской канализационно-насосной станции общим объемом, общей мощностью в 40 тысяч кубометров. Сюда стекаются все стоки. В том числе сюда будут стекаться и те стоки с проблемных микрорайонов с двух КНС. Отсюда, соответственно, дальше идет по двум коллекторам 800-го и 900-го диаметра на Курьяновские очистные сооружения города Москва. Таким образом, в течение года проблемы с очистными сооружениями в Ленинском районе будут решены полностью. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Притормози. Акция под таким названием прошла в профессиональном колледже «Московия». Ее провели сотрудники ГИБДД по Ленинскому району. Ребятам рассказали, как правильно нужно вести себя на дорогах, а также наглядно продемонстрировали безопасное движение. Как пешеходов, так и водителей. Обо всем подробно в сюжете Анастасии Ворониной. Вместе за безопасность дорожного движения. С таким лозунгом сотрудники ГИБДД Ленинского района проводят акции в детских садах, школах, в среднеспециальных и высших учебных заведениях. В этот раз в профессиональном колледже «Московия» студентам рассказали и наглядно показали, как нужно вести себя на проезжей части. Январь месяц у нас является месячником безопасности. Такие мероприятия мы стараемся проводить раз в квартал, потому что мы действительно переживаем о своих студентах. И в связи с тем, что у нас подписан план о сотрудничестве, о взаимодействии с сотрудниками ГИБДД Ленинского муниципального района, мы активно работаем в этом направлении. Обучающий урок состоял из двух частей – теоретической и практической. Сотрудник ГИБДД Ирина Чекмарева подошла к своей задаче творчески. Вместе со студентами она разыграла театральную сценку, которая напомнила ребятам о правилах дорожного движения. Ребята с творчеством подходят, рисуют свои плакаты определенные. Я сегодня приехала, у меня тоже свои заготовочки есть, но меня ребята встретили тоже со своими призами, так можно сказать. Поэтому да, ребята стараются, помогают. Пришло время приступить к практике. Студенты отправились на улицу применять полученные теоретические знания. В ходе акции ребята вручали водителям листовки с обращением быть внимательным и осторожным на дорогах. Желаю, чтобы вы всегда соблюдали правила ГИБДД. Это вам. Спасибо большое. Мы его соблюдаем всегда. Анастасия Ионова приняла участие в такой акции впервые. Но, несмотря на это, она хорошо усвоила все правила и успешно агитировала других не нарушать их. Участвую, потому что пешеходы тоже участники дорожного движения. Они в большем риске, чем водители, потому что машина все-таки безопаснее. А Владислав Дзыганский считает своим гражданским долгом принимать участие в таких акциях. Чтобы водители не забывали то, что помимо них на дорогах есть еще и пешеходы, и то, что всегда надо уступать дорогу пешеходам. Сотрудники ГИБДД считают, что такие акции нужно проводить регулярно, чтобы у людей сформировались навыки безопасного поведения на дорогах, которые помогут предотвратить значительное число аварий. Ведь, как показывает многолетний опыт, обучающие уроки идут на пользу всем, независимо от их возраста и профессии. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ. Свой 95-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Петровна Володина. В торжественный день в гости к ней пришел глава Ленинского района Валерий Венцель. Он подарил имениннице подарки и побеседовал с ней за праздничным столом. На юбилей ветерана побывал и наш мобильный репортер. Жизнь Пелагея Петровны, как сюжет драматического фильма, полная и яркая своими событиями. В 18 лет она добровольцем ушла на фронт, служила в военных госпиталях и спасала жизни солдат. Но в войне познакомилась со своим будущим мужем, с которым они прожили вместе около 50 лет. Война началась, я еще училась в медицинском училище. После окончания училища нас целиком курс распределили по госпиталям и воинским частям. Я попала в госпиталь, который был расположен в городе Балашове. Этот фронт находился под Сталинградом и Воронежем. Пелагея Петровна показала свои фотографии, сделанные в молодости. А после к ней на день рождения пришел в гости глава Ленинского района Валерий Венцель. Он тепло поздравил ветерана с днем рождения, передал подарки и зачитал поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Своим трудом создавали богатство и мощь нашей страны и через годы несете любовь к родине, веру в право и дело. Подвиг вашего поколения, покорение победителей будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших созидательных целей. Желаю вам бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Путин. За праздничным столом Пелагея Петровна рассказала Валерию Николаевичу о военных годах, своей большой семье и более чем 30-летней работе врачом в психиатрической больнице номер 24 в городе Видное. По словам юбиляра, она всегда рада гостям, а такое трепетное внимание с их стороны для нее очень ценно. На территории Видновского пассажирского автотранспортного предприятия для посетителей открылся музей Мострансавто «История и современность». До недавнего времени попасть в него могли лишь сотрудники предприятия. И вот теперь полюбоваться уникальными экспонатами и прикоснуться к истории на колесах может любой желающий. И при том совершенно бесплатно. Оценила экспозицию и наша съемочная группа. Мы выезжали обычно на День города. День города и День Победы. Даже вот на ЗИС-5 мы поставили сиденье от списочного автобуса, который возили ветеранов Великой Отечественной войны. Самые старые экспонаты музея ЗИС-5 1937 года выпуска, ГАЗ-АА «Полуторка» 1939 года и ГАЗ-1173, произведенный годом позже. Последний, именуемый в народе МКО, поистине жемчужина коллекции музея. Всю войну на ней возили маршала Георгия Жукова. С каждым автомобилем связано немало интереснейших историй. И МКО, конечно же, не исключение. Маршал в свое время объезжал фронт и застрял в снегу. А ехал грузовик, водитель вел машину, который вез снаряды, боеприпасы, снаряды. Его остановили, чтобы он вытащил ее. Он вышел, обошел вокруг той машины, попросил водителя выйти, сел и выехал сам. И вот он его взял потом к себе водителем. После войны Жуков подарил машину своему водителю. Тот через какое-то время продал МКО коллекционеру, у которого затем автомобиль и выкупил МОЗ Трансавто. Кстати, у него же приобрели и ГАЗ-АА. Полуторка тоже помнит Великую Отечественную войну. Именно на ней возили по знаменитой дороге жизни. На Ладожском озере продовольствие и боеприпасы в блокадный Ленинград. Во втором зале музея, помимо уникальных документов, разместилось более 700 экспонатов, так или иначе связанных с историей существования Винновского ПТП. Предложил как раз разместить музей в нашем предприятии. Из трех кофе любились в помощь. Посетителей пока немного. Все-таки музей только открылся для свободного посещения. Нина Винштунц из микрорайона Купеленко привела на выставку своих сыновей-школьников – шестилетнего Гора и девятилетнего Юру. Мы решили с семьей приехать, пришли, посмотрели, нам очень понравилось. Были машины, которые первый раз мы, конечно, увидели. Только по телевизору смотрим, да, на такие машины. А в Аочию посмотреть на такие машины было, конечно, очень интересно. Что тебе больше всего понравилось в музее? Старические машины я такие никогда не видела. Истарические, которые прошли войну. Экспозиция открыта для индивидуального посещения и групп до 25 человек по вторникам и четвергам с 12 до 15 часов. Записаться можно по телефону 8 963 722 67 25. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И о погоде. Завтра ожидается снег с дождем, днем и ночью в районе нуля градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова